Здравствуйте, дорогие наши друзья! Поприветствую вас из Анталии, из Турции. Хочу сегодня с вами поговорить по поводу того, с чего начинать саморазвитие, самореализация и так далее. Часто у меня спрашивают по этому поводу. Первое, что вы должны очень-очень хорошо понимать, я много раз об этом говорил и заново буду говорить. В самом начале надо начинать с представления о конечной своей жизни. Это очень важно. Если хотите быть реализованной жизни, вы должны уметь представлять свою жизнь, как вы его будете пережить, на что вы хотите потратить свою жизнь. Вы должны это видеть у себя в голове. Поэтому мой совет, начните, пожалуйста, с представления о конечной пути, с точки А, представление, точка Я. То есть, сколько вы хотите жить, конца жизни, просто представьте, что вот такое кресло, а вы сидите, конца жизни, сколько лет вы хотите, чтобы вам было. Я когда это делал, я написал, что я хочу жить сто лет, я представлю, что когда мне будет сто лет, что я хочу, чтобы итоги были моей жизни, результатом моей жизни. Я оттуда начинал писать, идеальная картина моей жизни, а потом все остальные начали делать. Почему так надо делать? Это как раз планирование, это как раз развивать ваше видение, на что вы хотите потратить свою жизнь и как вы его хотите прожить. Поэтому все это надо начинать. Когда вы все это начнете, именно представление о конечной пути, конечной дороге и так далее, идеальную картину представили, и тогда вы разработаете стратегию, как туда попасть. Поэтому, а второе, то есть, если первое, вы представление уже формировали, поняли, как вы хотите свою жизнь прожить, второе, тогда начните уже думать о том, какие навыки вы хотите приобрести, чтобы эти цели достигать, чтобы такую жизнь построить себе. Второе, распишите те навыки, которые вам нужны. Это очень важно. Навыки, именно какие навыки вам нужны. Для того, чтобы что-то иметь, надо что-то уметь. То есть, получается, что надо в чем-то стать профессионалом, чтобы быть кем-то и иметь что-то. Это второй шаг. А вот третий шаг, третий шаг начинается с того, что ищите людей, которые этого добились. Ищите людей. 20 человек, 20 человек, которые это добились. Вы должны видеть своими глазами 20 примеров. Идите, ищите это 20 примеров. И сдавайте им правильные вопросы. Но когда вы пойдете к ним, четвертая вещь, у вас должно быть 20 вопросов, которые связаны с каждой целью. Например, каждая цель, каждая цель. 20 вопросами надо раскрывать. 20 вопросами, например, как? Что я должен уметь делать, чтобы эта цель реализовалась? С кем я должен поговорить, чтобы узнать об этом? Сколько время это у меня займет? Какие ресурсы мне требуются для этого? Кто может мне в этом помочь? Кто в этом? Какие материалы мне научат эти, как побыстрее достигать этой цели? То есть, вы должны расписать 20 вопросов касательно каждой вашей цели. 20 вопросов. Тогда, когда вы 20 вопросов пишете по отношению к каждой вашей цели, на эти вопросы, когда вы пишете ответы, у вас развернуто, становятся многие-многие вещи, которые тактически достигая, вы приближаетесь к своей цели. Пятие. Пятие. Это все раскидайте на виде план, виде план, как дорожная карта, и распишите как на всю свою жизнь. А потом стабильно, дисциплинированно каждый день что-то делайте. Что-то делайте. Стабильно каждый день. Я расписал всю свою жизнь, раскидал цели. Правда, каждый год по пути еще новые цели тоже появляются. Которые я раньше об этом не думал. И я заметил, что я начинаю успевать делать больше, чем я планировал. Поэтому я добавляю новые цели и так далее. Но стараюсь все раскидать, чтобы жизнь прошла равномерно. Она не должна прийти слишком загружена, а потом слишком пусто. То густо, то пусто не должно быть. Почему? Потому что в день всего лишь 24 часа. То есть в сутки. В сутки 24 часа. Это означает, что проходимость, проходимость ваше время, проходимость ваше жизни, которое в настоящее время вы можете использовать, это 24 часа. Может быть за вашей спиной, за вашей спиной. Может быть 20 лет или 30 лет, или 40 лет. А в будущем может быть еще 50 лет. Мы не знаем или сколько лет в будущем. Мы знаем только прошлое в вашей жизни, сколько лет. И будущее не знаем, один Аллах знает. Но мы второй фактор, что знаем, это проходимость ровно 24 часа. Значит, надо сделать так, чтобы вот это 24 часа равномерно текло в вашей жизни. Ровно. Чтобы вы, не напрягая, достигали свои цели. Не напрягая. Поэтому, если вы мне просто с чего начинали саморазвитие личности, я скажу вам, с планирования своей жизни. С планирования своей навыки, чтобы кем-то стать в жизни. А третий, с планирования вашей цели. Чтобы вот, когда вы пишете идеальные картины своей жизни к концу, как вы представляете, потом пишете навыки, потом пишете, у кого этого учиться и так далее. Потом вы пишете 20 вопросов по каждой этой цели. И сдаете. И 20 пример видите на каждой из них. Это очень просто и легко реализуемо. Давайте пример привяжу, чтобы вам было легче. Я хочу сейчас построить Гейсы в Таджикстане. Я изучаю те компании, которые это делали. Я иду, изучаю те компании, которые это делали. И я писал не только 20 вопросов. Там около 100 вопросов. Я сдаю огромное количество вопросов им. Почему? Потому что, чтобы знать. Я нашел 4 компании, которые это уже делали. Правда, мне надо 20. Я пока нашел 4. Я у них спрашиваю, как они это делали, с чего они начинали. Как они планировали. Какие ошибки они делали. Что они... Какие ошибки они пережили, чтобы я не повторил их ошибки. И я спрашиваю, очень много вопросов. Какие ключевые кадры необходимы. На чего больше внимания обратить. На что надо экономить. Что сделать так, чтобы себестоимость сократить. Какие-то затраты. Где надо больше внимания обратить, чтобы затраты резко не выросли. И так далее. Чтобы не остановилась стройка. И так далее, и так далее. Я в виде пример скажу, чтобы вам было понятно. Видите, это один из целей моей жизни. И следующий. Например, школу я строю. Сейчас школа Оксфорд в Таджикистане. Я больше 10 человек общался. Тех, которые уже строили школу. Я спрашивал очень много вопросов. Касательно методики. Касательно набора учителей. Касательно набора детей. Касательно, можно сказать, позиционирования. Касательно работы с учениками. Я имею в виду, с школьниками, с родителями. И так далее. Сама линейку как построить. Сколько процентов должно быть. На каком языке. Какие иностранные предметы должны быть. Другие предприниматели. То есть преподаватели. И так далее, и так далее, и так далее. Как оформление дизайна. Как оформление кухни. На что внимание обратить. Где, где, что сделать так, чтобы затраты не ушли на утепление. Потому что это школа, это дети. Они должны замерзнуть и так далее. Огромное количество проблем там. На архитектуре, на дизайне, на фасаде, внешнем оформлении. Даже элементарно. Я сейчас каждый деталю знаю. Даже каждый стол, каждый стуль, каждый кухня, каждый ложка. Каждый, может, кастрюлю уже знаю. Я задаю огромное количество вопросов. И с кем это делать? Как это делать? Почему? Потому что так надо. Если вы хотите, чтобы в чем-то быть успешным, вы должны в нем внутри понимать, разобраться. Поэтому вы меня спрашиваете, с чего начинать саморазвитие личности? С планирования своей жизни. Планирование свое время. Планирование своей цели. С это надо начинать. А если вы с это начнете, потом найдите наставника, кто в этом сфере добылся успеха и кто в этой сфере практик. 20 примеров. Запомните мои слова. Хотите стать миллионером? 20 миллионеров изучайте. Хотите стать миллиардером? 20 миллиардеров изучайте. Хотите там, не знаю, пансонат иметь такой? 20 историй успеха изучайте тех, кто успешно в пансональном бизнесе. В любом деле. Вы очень быстро добиваетесь успеха. Хотите спорти стать чемпионом? Найдите тренера, который воспитывал чемпионов. И он поможет вам этим стать. Я с каждым разом прихожу к пониманию, что самостоятельно человек далеко не пойдет. Вы станете кем-то, но вы останетесь сырой. Срой. Понимаете? Вы останетесь сырой. Я тот день был, вот сейчас я нахожусь сейчас из Анталии, Турции. В тот день был, изучал теплицы. Я задавал вопрос человека, который с одного гектара берет 600 тонн урожая теплицы. У него 3 гектара теплиц. Я у него спросил, что ты мне посоветуешь, с чего мне начать? Почему я беру 110 тонн, ты берешь 600 тонн? Я узнал все его секреты. Их всего лишь 5-6 секретов. Представляете, всего какие-то 5-6 секретов, которые я не делаю, он делает. Но урожай у него 600 тонн в год, а у меня 110 тонн. Вы представляете, в деньгах как это отражается? Я тоже построил теплицу, он тоже построил, я тоже трачу деньги, он тоже. Но он делает 5-6 вещей, которые я не знал. Хочу сказать, что, оказывается, успех и результат эффективность зависит из 2% самих основных секретов. 98% может быть вы знаете, но вы остаетесь просто средним в этом сфере. Но чтобы стать чемпионом в этом сфере, вот это 2% самое важное. 98% того, что я знал, она давала мне N результат. Но вот это 2%, вот это 5 секретов, которые вам сказали, они дают в 5 раз больше урожай. Я прихожу к выводу, что так, наверное, во всей сфере жизни. В любой области нашей жизни, наверное, именно так. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать вам, что учитывайте этого, учитывайте. И я у него спросил, с чего мне начать, как ты берешь 6 раз больше, чем у меня урожай? Знаете, что он советовал? Он сказал, хороший консультант, хороший агроном. Все. Я был в шоке. Я сказал, все? Говорю, да, все. Все, я сразу понял, что в любом деле нужен наставник. Абсолютно в любом деле. Не говорите, что вы посмотрели, вы увидели, все поняли. Нет. Если вы видите, как кто-то на пианино играет, вы сразу не можете играть, как он. Если видите, что кто-то в футбол играет, вы не можете сразу играть в футбол, как он. Поверьте моим словам. Иногда мне люди говорят, да я поеду, посмотрю один раз, и я сразу приду делать так, как... Нет, не можешь. То, что ты видишь, это часть успеха. А когда ты руками это делаешь, вот тогда ты научишься. Я убежден в этом. Например, вы каждый день видите Adidas, каждый день видите Mercedes, каждый день видите Snickers. Создайте компанию, как Snickers. Каждый день люди заходят в McDonald's, питаются повторить его, или каждый день видят Amazon. А что, у них сразу получается? Я не говорю, что когда человек видит, это не помогает ему. Это помогает. Но это не все. Я хочу сказать, что когда ты глазами видишь, это больше, чем то, что ты слышишь. Потому что когда глазами видишь, ты быстрее это можешь делать, лучше понимать начинаешь. Но пока руками не делаешь, не поймешь. Поэтому ищите наставника. Не останавливайтесь на то, что вы просто глазами видели, где это успех, и не говорите, что я видел, кто-то как делал, я тоже сам буду делать. Это маловато. Я это хочу сказать. Конечно, если вы 20 примеров видите, это очень хорошо. Но если вы найдете еще наставника, который в этом преуспел, и он вам поможет, еще лучше. Я бы сказал так. Так что, вы меня спрашиваете, с чего начинать самореализация личности? Именно с этого. Это в сторону вашего успеха я разговаривал. В сторону вашей реализованности я рассказывал. И следующее направление – это ваш характер. Ваш характер. Вы должны изменить себя. Если вы не измените себя, ничего не изменится. Ни один цель не станет реальностью. Начните с самого себя. Составьте список. Я скажу вам вот так. Составьте список в одну сторону. Все свои отрицательные привычки, отрицательные черты характера. Просто составьте список. И с другой стороны составьте, чем заменить их. И начните это делать. Знаете, кто из моих учеников это сделал, они достигли больших результатов. Я это делаю каждый год. Я составляю каждый год список, свои отрицательные привычки, отрицательные черты характера. И через год я анализирую, смог ли я что-то из них изменить. А если пройдет год, и эти черты характера остались как раньше, это значит, что в этом году я не жил. В этом году я вообще не вырос как человек. Может быть деньги появились, может быть там бизнес развивалось, может быть там, скажем, успех увеличивался. Но как человек, значит я не вырос. Есть один показатель, вы как человек растете или нет. Если вы смогли преодолеть свои недостатки, свои слабости. Измени себя, изменится твой мир, изменится твой успех и так далее. Поэтому начните с этого. Все свои отрицательные привычки вы знаете. Все свои отрицательные черты характера вы знаете. Начните работать над собой, чтобы совершенствовать себя, улучшить себя. Ваш характер это самое главное. Вам помогает достигать успеха не ваше по большому счету знание, а ваш характер. Я видел огромное количество умных ребят, образованных ребят, которые в жизни не реализованы. Почему? Потому что либо он лентяй, либо он трус, либо он неорганизованный, либо он все откладывает на понедельник, и у него этот понедельник никогда не наступает. Либо он постоянно жалуется жизни, потому что он читает, что ему не повезло в жизни. Есть огромное количество ребят, которые имеют замечательные идеи, но они эти свои идеи не могут реализовать. По какой причине? По той причине, что они не верят в эти идеи. Потому что они не изучают их даже, как их реализовать. Поэтому быть образованным в этом мире мало, быть талантливым в этом мире мало, быть гениальным очень мало. Если ты не умеешь этот талант в реальной жизни использовать. Поэтому, чтобы этот талант использовать, нужно сильный характер. Высоко надо быть организованным человеком, чтобы реализовать тот талант, который Богом дано. Поэтому вот это параметры, это ваши личные параметры, которые вы должны развивать. Если первое, я рассказывал про ваш профессионализм и стараюсь про ваши личные качества. А третья сторона, чтобы быть реализованным человеком, самореализация. Все параметры своей жизни одновременно развивайте, как пятипалец. Составьте план по развитию своей духовной сферы, план по развитию своей смены отношений, план по своей здоровью. Вот с чего начинается именно самореализация. Когда все эти вещи вы одновременно по чуть-чуть реализуете, по 1% развивайтесь в каждом параметре. Каждый день, каждый месяц, что-то делайте для этого. Тогда у вас успех гарантированно будет. Я могу уверенно сказать, что вы добьетесь больших результатов. Пишите комментарии, дорогие друзья, что вы для себя брали из того, что я говорил. Буду очень рад ответить на ваши вопросы. Поделитесь нашими, можно сказать, этими уроками с теми, кому они нужны, кто реально, кому, по вашему мнению, они помогли бы. Я желаю вам успехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok